МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках федеральной программы правительство выделило средства на приобретение 1100 единиц спецтехники. Скорая помощь всегда находилась под особым вниманием. И правительство в этом году особо было обозначено в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И программа продолжает реализовываться. 12 машин мы сейчас получили. Это очередной прорыв, поскольку они предназначены не только для города Архангельска, они предназначены для всего региона. Мы опять накрываем область, меняя ситуацию в этом реагировании в целом в регионе. Самое главное – здоровье граждан и работа над этим будет продолжаться всегда. Из 12 машин только одна останется в столице Поморья. Зато самого высокого класса – С. Это реанимобиль, который разместится в гараже Архангельской областной станции скорой помощи. Ее сотрудники уже оценили начинку кареты. Здесь находится дефибриллятор, электрокардиограф для снятия кардиограмм. Здесь находится сумка теплонагревателя для раствора, для проведения инфузионных терапий для пациентов. Также находится современное оборудование для иммобилизации при различных травмах, дорожно-транспортных происшествиях. Все медицинское оборудование более современное, более портативное. Оно дает возможность работать как и автономно, так и от электросети. Районные больницы получат пять «Газелей». Уйдет в область и шесть оснащенных всем необходимым оборудованием уазиков. Под капотом этого железного коня – 112 лошадок. Выносливый представитель отряда полноприводных поможет своим наездникам быстро добраться даже в самые отдаленные уголки региона. Своевременность данного решения, конечно, однозначно, это своевременно. Мы нуждаем, у нас есть дефицит в замене подвижного состава. Такие полноприводные автомобили, они очень востребованы и они отрабатывают себя полностью. У нас регион со сложной транспортной доступностью, плюс у нас есть определенная сезонная зависимость. Эти танки грязи не боятся. Везде проедут, если надо заберут, благодаря мягкой подвеске не растрясут. Главное, чтобы пациенты получили не только квалифицированную помощь, но и своевременную. Уазик такая машина – это вездеход. В сельской местности незаменимая машина будет. Машин с красным крестом на борту много не бывает. Сегодня в распоряжении медицинских организаций области 225 автомобилей скорой помощи. При этом чуть более половины, 118, уже выработали нормативный срок эксплуатации. Так что потребность в дальнейшем обновления автопарка очевидна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...